Я говорю о тех людях, которые, собственно говоря, будут оценивать весь этот ковырец. Итак, встречаем. Председатель жюри, замдекана по учебной работе, Константин Селфин. Золотой голос России и нашего факультета в Уген-Уаре. Следующий третий жюри Тарфу Алексеев, который... Их очарование по КПУ имени Белинского. Дюкерсов. Имя женщин. Просто очень хороший человек. Архивов Михайлов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А так, что он присутствует в жюри и специальный гость. Это замдекана по экономического факультета, королевка Константин Юрьевича, который мне надо плачивать. И он в своем появлении. Аплодисменты. Встречаем на эту тему. И, видимо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для кого-то четверка, это Битл. Для кого-то четверка, это Ацентра. Для кого-то четверка, это не машина. Ну а для сегодняшнего вечера четвёртого — это мы! Поскольку у половины нашей команды куратором является Лена, мы просто обязаны сегодня спеть! АПЛОДИСМЕНТЫ Внешне с них нет, поэтому мы начинаем удивлять икипцы! Сегодня КВН объятия раскрывает, На корпусе висит капличка из плевна, Строматология, а мы не понимаем, Ведь это институт, зачем она нужна? Круто! АПЛОДИСМЕНТЫ Широко открывает рот, И выделяет товар лицом! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вчера в Менсинске в госдарфоконтроле Было накрыто 200 кг мурифанов! Ну да, да, накрыли, а потом в дождь пойдёт! АПЛОДИСМЕНТЫ Из-за частых переменов погоды Перелённые птицы задолбались видать туда облако! А недавно, Гринпис, решили защищать Ресчётки спинхедов! Какие-никакие, а животные! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе что? Ножку? Или может быть крылышко? И тое другое? Или может быть хлебо? Мы расставим, это с них ароматный и вкуснее! Смотреть во всех кинотеатрах страны новый фильм «Ганнибал. Ожирение». А вы новый фильм? Я подвела. Обычную станку. А вы новый фильм? Я необычная девушка. Я парень. Мы по самому будем играть порой, порой. Зная все, что тут, за другом мы корой, корой. Шутки посвистят пронзительно. Микрофон плеснет пронзительно. С тобой хотим мы играть с тобой. Команды «РУД-311» и «БС-12». Вам понравилось? Да! Мне лично понравилось. Сейчас приветствую на этом сцене будет. Команды «РУД-311» и «БС-12». Команды «РУД-312-45» и «БС-12» и «БС-12». Команды «РУД-3». Команды «РУД-4» и «БС-12» после первого целого тут. Да? Ну что, мы начинаем? Александр Витальевич, сын в секс-шопе. Ну что, сурок, выбирай себе подарок. А купи мне вон ту куклу. Смотри, у неё рот открыт, я её кормились буду. Ой, сурок, в какой магазин мы взошли? Ну-ка... Хотя, подожди. Вон там он для гвоздей пойдёт. Едем и пионеры в консалее! Ну вставай, давай! Ты чё, вставай! Вставай, эй! Вставай! Вставайся! Вставайся! Шухи, вычелкайте! Пацаны, а где Ленин? Куда Ленин предложили? Ленин! Вставайся! У меня не хватает трёх гостей! Мы начинаем блок новостей! Новостей! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Новости из политеха. Волчихин в полнолуно превращается в собственную фамилию. А сейчас новости гламура. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчик метросексуал так научился выдавливать прыщи, что на их месте образуются сексуальные родинки. На один девочек воспитываем этот шаг. Пять минут и она готова. Крупа ПС-11 взяла третье место на ОТК. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Меня причинила обогонная дама. У нас начинается супер-реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот все говорят, ваша киска купила бы вискос. Ну и чё, дала ей денег, не купила. АПЛОДИСМЕНТЫ Билет в туалет стоит 10 рублей, а билет на концерт Тимоти — 300. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие с ней нет разницы? Зачем по тех пор шаг? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас начинается стихийный бед, поэтому мы заканчиваем. У нас начинается стихийный бед. 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 Ну и как следствие случая в университете? Нет, ты не подскажешь, в какое время? Поехали, Вячеслав Петрович? Вячеслав Петрович, извините, скажите, сколько? Трое пятьсот, четверт тысяч, пятерка, полтора тысяч. Мы продолжаем, и следующая миниатюра взвалит на это предложение. Лена, ты выйдешь с него на замок. О боже, как я счастлив! Давай я тяну кольцо на тебя. А, а, у тебя нет безымянного пальца, о боже! Ну ничего, как-нибудь проживем. А, у тебя нет указательного пальца. Ну ничего, как-нибудь проживем. А, у тебя нет мизинца, а у тебя нет видма, а у тебя нет большого пальца, беги с пальцем! Это кулак, разожми, боже! Ну что ж, мы продолжаем уродствовать. Миниатюра, фотоаппарат смерти. Ха-ха, я купил фотоаппарат смерти. Теперь я буду фотографировать и убивать. Фотографировать и убивать. Эй, Лена! Эй, Лёша! Эй, ты! Ой, это же светло. А-а-а-а! Что ж, а мы плавно переносимся в студенческую жизнь, и у нас миниатюра, случай... На парень! Что ж за день сегодня такой? Нифига не получается. Опять ошибка. Лен, дай штрих. О-о-о! Пошло, пошло, пошло! О-о-о! Рома, Рома! 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 Семейный зарисовочка? Сын и папа. Как стоять? Где был? Три часа ночи? Я тебя тут жду, волнуюсь, А мне на работу завтра в семь часов вставать, между прочим! Где? Был, да? Да? В кино ходил. С девушкой? Нет. С женщиной. А теперь давайте посмотрим, как курят студенты. Итак, как курит богатый студент. Теперь посмотрим, как курит бедный студент. Давай, давай, сюда! Да, да, никотин! Ну, мы продолжаем, и у нас... Ой-ой-ой, как же у меня живот болит! Да, я вас понимаю. Нет, вы меня совсем, совсем не понимаете. Прекрасно, пони... Раз, случай, в поезде. Девушка, вы что, вы что? Ой, извините, мне так неудобно, так неудобно. Да? Мне тоже, так неудобно. Давайте куртатый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как-то раз он попал в больницу, и мы к нему пришли в гости, и спросили, а что с тобой случилось с кот Леопольд? И он сказал то, что когда он возвращался домой с работы, у него возле подъезда было быдло пьяное. Курят там, дерутся, и кот Леопольд влез в драку. Вот. Вот. И, ну, я... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы его спросили, зачем тебе с тобой с травой. И кот Леопольд сказал, что вы прекрасно знаете, что он уйти виск, ребята, давайте живут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот ещё с глазами, я сейчас наверно подумал, мол, что за глупость сказала Лена. Ну, конечно, про дружбу шутить тяжело. Если по-моему сейчас шутил про глупых, или о глупости какие-нибудь, я далеко бы зацелал в смехе. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте же не будем без них чушь. С легкими путями, давайте... Челестерник звёздов. Ведь как шутим, так и живём. Давайте же шутить только про дружбу, красоту, любовь и счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анна Геннадьевна отпустила! Руки-то все! Крови! Справки выписывала! Танцую! Да, девочек не понял. Ну что здесь происходит? Вообще-то заняться идут, что-нибудь понимаете? Это не есть хорошо. Да, пить хорошо, я не понимаю, что здесь происходит, да? Что это все в баракосике и в баракосике? В баракосике и в баракосике! Уже в баракосике и в каеске, а вы все в баракосике! Ну что же это за первый курс? Что за такой? Да на уборки-то вы не ходите, да вы ж не учитесь-то! А теперь, гипотка! А вы вез всего нашего выступления! То, что мы лепетируем дольше всего, то, чего мы ждали на протяжении десяти минут, А теперь, что все свершилось! Ну вот! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А у нас царстве. В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь, звали его помидор. Но было три сына. Старший, средний и дочь. Старший, средний и мелкий. Не задумал-то женить. Сначала женил друг на друге, но еще тогда у них не срослось. Где он еще жениться на рей? На бабах. Ну что, сынок, будешь жениться? Буду. Ну что, сынок, будешь жениться? Ну, пап, ну понимаешь, я не такой, как все. В каком вот смысле? Ну, я ставлю вольбинник на вибро и ложу его за ним. И чего? Ну, ты понимаешь, мне нравятся голубые оттенки в одежде. Чего? Ну, прям при виде сосиски мне хочется, но совсем не есть. Чего? Ну, понимаешь, я пересмотрел все серии «Не родись красивой». И что? Ну, моюсь души, я не напеваю любые, а напеваю Тимати. И моюсь два раза в день, а не как все нормальные мужики два раза в месяц. Не, сынок, я что-то вообще ничего не понял. Ну, пап, ну... Я... Подожди, а что вообще значит «голубой»? Ну, это, понимаешь, ну... Чё так бывает? Бывает. Благо ты поэтому, я не хочу... Жениц, а хочу... Намуж. А? Ну, Лёха, про что с тобой делать я даже и не знаю. Жениц, пойдешь? Пойдешь. А может, намуж? А может, нам постричь? Ну, ладно. Ладно, давай, сынок, а значит, в армию пойдешь, наверное. В армию. В армию. На контакте Кто подпретен канал уже не первый день Кто сожиганит вместе с психами в палате На это каждый ответит, каждый ответит Конечно, Эдик! 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 Ну, кто его не знает, Е-е-е-е-е-е! Эдик! 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 Волонный Ганурас! Сказка подходит к концу, для них всех сложилось все отлично, старший сын женился, Эдик поступил в университет, а вот Леша, Алеша в армии. Александр Витальевич, до свидания. Спасибо. Александр Витальевич, мы так с вами давно знакомы, да я до сих пор не знаю вашу фамилию. Гаврилов Александр Витальевич, я вас в руках откажет. Здравствуйте. Кто лучше? В магазине Блок-баса. Здравствуйте! Здравствуйте! Девушка, у вас есть драгерат для джойстов? Я вас не понимаю. Ну как вы понимаете, драгерат для джойстов? Нет, я вас не понимаю, молодой человек. Понимаете, я живу один, у меня нет жены, но есть джойсты. Ну вот, вы женщина, я мужчина, у вас нет джойсты. У меня он есть. Как? У меня есть джойсты. Да нет у вас. Да есть, почти 7 вечера в него играть. Да я не про то, я про это. Лубничка. Лубничка, вам трудно в том. Ну опять вы не понимаете. Ну это, к слову, начинается на П и заканчивается на Х. Лоб, тихо. Сама звонит. Дмитрий Паспич еще подходит. Пытка! Говори, где слабость? Говори! Нет, я ничего не скажу. Говори! Нет! Лобай молоток! Тотка не молоток! Нет! Лобай по соседи же! Нет! Говори, где он? У меня в багажник. Пошли в багажник делать твою машину в багажник. Классный. А я не знаю. У нас черепит наш вредный. Ты дебил, пачка! У нас такие выступающие музыки в каждом мере. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, выключаем теперь фокусного курса. Фокусный фокус в политехо воняет! Эй! Сразу скажем, забудьте о первом месте. Эту игру вы запомните навеки. Звезды псих-фака вышли на сценах под ритмами этого классного трека. Вам не грозит победа, ведь чтобы выиграть нужны хорошие мозги. В России родители тянет скорее. Пару сферы для битвы купить. Весь в истерике жалко собернуть. Так узнать тебе все равно не дано, как делать. Сперевом КВН есть подозрение, что бы делать. Пусть стоят больные плевать нам на это. Ведь мы с дорогой готовы сейчас доказать, Что в КВН уделок мороз. Это искусство дарим ему шанс. Если послушать их шутки, хотя мы раз целиком. От этого шлака действительно можно проститься с умом. Мы говорим об одном уже сотый раз. Мы звезды псих-фака. Смотрите на нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наша команда хотела только пройтись по нашему университету и по пенде в целом. Что же, добрый вечер. Это телеканал Культура. И сегодня у нас в гостях знаменитый художник, Имя которого просто известно всего миру. Работы которого висят в галереях, в музеях всего мира. Да-да, это он. Синюков Леонид Валентинович. Встречайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы такой всемирно известный художник. Да, у вас замечательные работы. И сегодня вы, наверное, что-то принесли нам посмотреть, да? Да, я нарисовал символы некоторых факультетов ПГБУ. Ну что ж, очень интересно. Давайте посмотрим. Давайте, давайте. Ну вот, пожалуйста, первый сектор. А что это такое? Что это за факультет? Ну это факультет социологии и социальной работы. Да? А почему знать вопрос? Ну потому что никто не знает, чему их там учат, и кто там вообще учится. Непонятно, что это вообще факультет. А это что такое? Что за факультет? А это вот институт истории и права. А почему это что не реализовано, что это такое? Так ведь нет больше института истории и права. А, ну, здесь все понятно. ВК-22 это физвоз. Второй курс. Пишут мы клёвые, мы лучше всех. Вася. Нет, это не физвоз. Не физвоз? Нет. А что же это такое? ВК, финансы, кредиты, эконом. А вот, пожалуйста, ваш любимый физвоз, рядом с физматом. Да, вот понятно. Физмат, мат нарисован, и физвоз. Все понятно. А, нет, не совсем так. Вот это вот физвоз, а это физмат. А почему? Понятно, да? Вот, смотрите, щас. Вот я беру ручку. Цвет покинул, да? Смотрите, вот. Рисуем человечек, да? На мате. Вот такой вот человечек. На мате он прыгает. Вертис, там, это физвозник. Здесь тележка, да? Рисуем график. Ф равно МЖ. Синус косинус, там. Берем производную. Вот. Это физмат. Понятно? А, ну, здесь тоже все понятно. Привода, да, вот травы, береза. Это ЕГЭФ? Нет, это ЛИПФАК. ЛИПФАК? Да. А почему березы? Как видите? Белые березы, под моим окном. Здесь тоже все понятно, да? Иностранные студенты, да? Это ФРИЗ. Нет, это факультет иностранных языков. Ни язык, ни высунутых. Ну, это удачно. Неужели это НОЧФАК? Нет, это факультет психологии. Психологии? Да. А почему черный квадрат Малевича? Я не знаю. Ну что ж, а у нас в гостях был суббот для инфраструктуры. Что я могу вам сказать? Да. Ну и бездарность. Займите чем-нибудь. Пойду-ка я подавать. Нет. Что я могу сказать? Ну что ж, а мы сели, если мы могли сделать? Что я могу сказать? Да. Мы у нас, есть псы. Если осень ровно гулять со мной окажется, то я не расстраиваюсь, ведь есть Лёшка-турмистров. Лёшка-турмистров лучший, средства от обеда. Но и про Ромку Осина помни, не забывай. Всеволод Валентинович, сам Паученко. Лина, ты что, хочешь на всю домашку запороть? Ну что ж, дорогие друзья, а вот и прозвучали первые позывные, а это значит, что пришла пора в серия миниатюр о преподавателях. Итак, первая миниатюра с курочкой Олег Евгеньевич сегодня. И с курочкой Олег Евгеньевич через 10 лет. Так, ребят, что такое это? Да сколько раз он говорил, недопустимой конфронтации с педагоном. Следующая миниатюра сделает Валентинович перед зеркалом. Инсайт, деструкция, синхрофазатрон, конкурентность, трэш, цепинта, фрустрация, дезадаптация. Аххх! УААААААА! У-у-у-у. Ну что ж, а сейчас мы подслужим, что же происходит у нас в деканате. О, Елена Михайловна... О, Елена Михайловна... А теперь давайте посмотрим... О, Елена Михайловна... Здравствуйте! Это передача такси на канале ТНТ. И сегодня я еду по ночной пензе около педагогического университета. Итак, мы первым приедем, и подбежим. Что, что, до терморки подбросишь, а то сломалась моя восьмерочка в один. Уносите струксей. Восемьде. Вы же так дурно. Да это заплатишок давай. ТА-ДА-ДА-ДА-ДА! Красотик, вы поплавите передачу токсику! Ты че, слезвозжешь, бля, это... Знаю я вас таких физвозник. Ездить по Пензе ночью на тайнировку шестерку колыбиться, да? Вы что, совсем-совсем что-то не узнаете? Я что, по-твоему, всех физвозник? Хорошо, едем, я задаю вам вопросы, вы отвечаете, получаете деньги, окей? Итак, первый вопрос. Какого цвета глаза у Елены Михайловны Синюковой? Это что-то действительно интересующее. А, ну вообще-то, если затрудняйтесь, я вижу, вы можете, в принципе, позвонить кому-нибудь, спросить. Подсказка какая-то. Хорошо, я позвоню. Елены Михайловны Синюковой? Да, да, Елен. Вы там завтра с утричка купите, там, пряничков, парень. Да, и крекеров побольше. Доконать, а тут запончить надо. Ну, что значит, зачем? С утричка завтра придем, кофейка попьем, как люди, да. Ну, все, Лена, все доброе. А, думаете, какой ответ? Завтра спросим. Ну, хорошо, вот еще одна подсказка про Боршева. Давай. Ну, ладно, спрошу. Давайте. А вы не знаете? Давай, давай, шеф, шеф, гони, гони быстрее. Что? Что-что случилось? Ты не поверишь. Я только сейчас самого себя увидел. Только это, в свет или там, в сером какой-то, в небритого. Ну, хорошо. Едем дальше. Следующий вопрос. Вызыхай, между. Что это за песня? Это песня из Титаника. Из самого проботиного фильма. Сказал Сократ. Ну, почему? Почему она не спасла Леонардо Деканрио? Ну, вот, мы и подъехали. Вы выиграли с десять тысяч рублей. Сколько? Десять тысяч рублей. Десять тысяч? Да. Я бросаю свою работу и уезжаю в Никарагуа! Друзья, земляне, сотрудники, средства массовой информации вводят нас в заблуждение. У каждого из нас есть на столе стаканчик, и в нем хранится ручка, карандаш и стирательная резинка. В ванной есть зубная щетка и зубная паста, которые тоже хранятся в стаканчике. Стаканчики посягнули на нашу землю. Они монополизировали все продукты первой необходимости. Они даже посягнули на самое святое, что у нас есть стариков и детей. Девочка ест мороженое из стаканчика. Бабушка продает семечки из стаканчика. Друзья, почему мы не пьем чай из ладошек, а пьем его из стаканчика? Почему мы предали свои руки? Друзья, все в наших руках. Это финальная песня! Это финальная песня! Это финальная песня! Слушай, да больше чем другой, вот другой и споем, а? Как еще другой? Финальная песня! Давайте суперфинальную споем! Давай! Суперфинальная песня! Суперфинальная песня! Суперфинальная песня! Суперфинальная песня! Суперфинальная песня! С тобой, Курс, звезды на небе, а мы с вами! Ну что, вот, нашел наш проект в финал. Мы попросим, если выставим свои оценки в последние итоги, какие все команды связаны на сцену. Во-первых, спасибо вам за такой вот плейс, за такой вот пейс-процесс. Вот. И мне только была честь вручить грамоту в номинации «Лучший актер ПВН». Все-таки это у нас дочь такая мужская игра, поэтому спасибо вам лучшего актера в факультете психологии Гурмистров Алексей Афрошевич Павлович! Степ, молодец! У меня... Мне была честь награждать за лучшую шутку, и мы посвящались и решили, что вы, пожалуй, самую лучшую шутку ввели серию по металличе в группе «Проси 4». Смockons! Аплодисменты! Здравствуйте! 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 Завтра в 3-е место по червозу раду подручит наш гость Константин Юрьевич Покралёв, Тролёв, заместитель декана Дружеского экономического факультета ПС-11, ПС-12, ПС-13, занявшие третьим местом в Украине. ПС-11, ПС-14, конечно же. Первым местом в другом году мы решили не присуждать. Я думаю, что совершенно фономерно, логично вручить отчётную грамоту нашим сегодняшним победителем, нашим сборным 2-й курсом вот этой вот команды из трёх ребят, которые сегодня шли. На самом деле я... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ